Всем привет! Меня зовут Иван Голунов. Я специальный корреспондент издания «Медуза», занимаюсь расследованиями. И мне сказали, что это будет вторая лекция совершенно для другой аудитории, но, конечно же, это не так. Поэтому нужно рассказать что-то другое и, наверное, большую часть уделить ответам на вопросы. У меня есть еще одна презентация, которая совпадает почти с названием заявленной лекции. Я, собственно, занимаюсь, не очень хорошо владею кликером, но занимаюсь расследованием. Я начал работать, так как у нас студенческая аудитория, и всех интересует вопрос, как начать работать журналистом. Собственно, я совершенно случайно стал журналистом в 13 лет. Увидел в муниципальной газете, это было не объявление, это было просто сообщение, там, подведение итогов года. Они говорили, вот, у нас так вырос тираж, а в следующем году мы хотим запустить молодежную газету. Вот, и так я пошел, написал какую-то заметку за новогодние каникулы, пришел с этой заметкой в редакцию. Она совершенно не подошла к редакции, но, тем не менее, там остался работать, стал что-то делать. Потом мне это наскучило, я стал работать в муниципальной газете, потом наскучило и это. И, там, я стал искать что-то большее и так далее. Вот, и мне кажется, главная черта журналиста — это любопытство. И мне кажется, что у меня есть такая черта. Я задаюсь какими-то вопросами, ну, то есть я довольно много пишу там о Москве, потому что я живу в Москве. Я сталкиваюсь с какими-то проблемами, у меня возникают какие-то вопросы, я замечаю какие-то изменения в городе, и мне становится интересно, как это устроено, почему это происходит так, а не иначе, кто на этом зарабатывает и так далее. И почему-то это все стали называть расследование. Ну, окей, подумал я, вот, и стал носить этот титул журналиста расследования. Хотя, мне кажется, это всего лишь один из жанров журналистики. Журналистика — это, собственно, рассказывание, информирование людей о каких-то новостях, рассказывание их каких-то историй, которые происходят вокруг нас, то, на что они могли не обратить внимание, предупреждение о каких-то проблемах, с которыми они могут столкнуться и так далее. Ну, то есть, в основном, какая бы ни была журналистика, что бы это ни было, журнал «Космополитен», газета «Комсомольская правда», это все равно мы занимаемся тем, что рассказываем какие-то истории. И чем мы любопытнее, чем мы больше задаемся необычными вопросами, тем это, собственно, наверное, интересно читателю. Да. Ну, он так тоже двигается. Вот, истории бывают разные. У нас есть даже такое видео, у нас есть видеофайл, и он там, давайте вспомним такую, такую историю. Ой, 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 ой. ...людей. На площади собралось женщин, потому что мужиков больше нет, у женщин, у девушек, стариков вот этих, и все. И это называется показательная каста. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, тросика в футболке, как Иисуса на доску говенью прибили. Один прибывал, двое держали. И вот это все на маминых глазах. Маму держали, и мама смотрела, вот это все, как ребенок изъекает кровью, крики, вызовы. И еще так взяли, вот туда надрезы сделали. Чтобы ребенок мучился, там невозможно было. Люди сознание теряли. А потом маму после того, как полтора часа ребенок мучился, умер. Вот это все происходило. А потом взяли маму, привязали до танка без сознания, и по площади три круга провели. А круг площади километр. Вам особенно людей. На площади... Наверное, все помнят эту историю? Что это такое была за история? Распятого мальчика. А что с ней не так? Да, тут с одной стороны рассказывается какая-то эмоциональная история с какими-то красочными подробностями, вроде бы имеющими отношение к реальной жизни, что вот округ площади, там диаметр, господи, окружность площади была километр, это все как-то рисуется и так далее. Но здесь нет того, что там, здесь нет никакой... Это просто дается слово человеку, но никак не проверяются его слова, не проводится какой-то выезд на место, либо не находится в какого-то второго человека, который подтверждал бы эту историю и так далее. И это, конечно, есть такая проблема, что мы встречаем что-то веселое и как бы интересное, эмоциональное какую-то историю и не всегда пытаемся проверить, найти какие-то, собственно, понять, соответствует она действительности или нет. И так появляется, так отчасти мы становимся соучастниками какой-то дезинформации, фейк-ньюсов и так далее. Кликер, он другой. Что тут написано-то? Собственно, меняется время, меняются каналы получения информации, задачи остаются прежними, все равно мы рассказываем истории, а кликеру я так и не привык. Сначала там это были какие-то устные эпосы-легенды, потом появились в конце 19 века газеты, потом появились телевидения, социальные сети, телеграммы и так далее. Но все равно все это, каким бы ни были каналы, информация, все равно это рассказывание каких-то историй. Меня очень смущает это кресло. Давайте поговорим о расследовании. Что это такое и как, собственно, попытаться его сделать. расследование, наверное, как-то созвучно слово следствия. Или, может быть, для меня сейчас кажется, это созвучно слово следствия. Но, тем не менее, вам, ваша задача, у вас возникает какой-то вопрос, и вам важно найти на него какую-то информацию. Второй стороне зачастую выгодно ее скрыть, поэтому всегда довольно сложно находить эту информацию, источники информации. Нужно осваивать всякие странные сайты государственных закупок, различных государственных реестров для того, чтобы найти ту информацию, которую от вас пытаются скрыть. На самом деле, меня всегда удивляет, потому что очень много там новостей. Я там часто пользуюсь сайтом госзакупок. и вижу там какие-то вещи, какие-то новости. И никто там... Ну, то есть, так как, наверное, это какие-то ресурсы, которые заходишь с первого взгляда, они такие сложные, и мало кто пытается их освоить. На самом деле, там довольно много содержится каких-то интересных информаций, которые могут стать новостями и так далее. Прежде всего, когда вы находите, когда у вас возникает какой-то вопрос, вам нужно изучить, что уже про это известно. На картинке нарисовано о том, что на картинке, собственно, скриншот из Яндекса, который говорит о том, что информация даже на самую популярную тему, она все равно конечна. Вот, собственно, какие-то ссылки на про Владимира Путина заканчиваются на 65-й странице. И, наверное, изучив 65 страниц, можно более-менее сформировать какую-то картину. Обязательно важно посмотреть, кто писал еще на эту тему раньше. Может быть, были какие-то интервью, где людям, знающим ответ на ваш вопрос, задавали, пытались задавать этот вопрос. Посмотреть на опыт других там коллег, спросить у знакомых, которые, может быть, связаны с этой темой. Изучить. Это прежде всего. Попробовать поработать с базами данных. Так как у нас просто немножко разная аудитория, у нас есть и студенты, и журналисты, которые наверняка пользуются какими-то системами, довольно сложно просто рассказывать об этом для разной аудитории. Просто расскажу, что бывает. Возможно, кто-то чем-то пользовался, а кто-то чем-то не пользовался. Можно даже спросить, пользовался ли кто-нибудь сайтом госзакупок. И как вам? Какие впечатления? Что вам там не нравится? Но это один из довольно простых сервисов по сравнению с теми, которые бывают. Хотя, ну, то есть там есть какая-то своя специфика и так далее, но там много всего интересного бывает. Пользовался ли кто-нибудь? Ну, то есть данные о каждой компании в России довольно прозрачны, на самом деле. В России довольно прозрачные информационные системы во многих других странах. Для того, чтобы там получить данные о владельцах той или иной компании, нужно предпринимать много разных странных усилий. В России это можно сделать собственно в режиме онлайн на сайте Федеральной налоговой службы. Вы забиваете ИНН или название компании и тут же узнаете о ней много разной информации, там, кто ее возглавляет, кто, кому она принадлежит и так далее, кто ее игрилом. Есть сайт Федеральной налоговой службы, который выдает тут же онлайн PDF-файл, но помимо этого есть разные другие агрегаторы, там, типа Counter Focus, Spark Interfax, картотека коммерсанта, которые платные, хотя в некоторых случаях там для журналистов они бесплатные, и которые просто удобно систематизируют, агрегируют информацию о той или иной компании. Пользовался ли кто-нибудь игрилом? И это проще, чем сайт госзакупок? Или нет? Окей. Что еще бывает? Чем еще, собственно, какими еще базами данными пользуются журналисты в поисках информации? Может быть, кто-то пользовался Росреестром? Один человек? Собственно, в Росреестре содержится информация о любом объекте недвижимости, о любом земельном участке, и тоже иногда, ну, то есть, как бы, это тоже довольно полезный для журналистов информационный ресурс, потому что там можно узнать про каждый участок земли, для чего там он выделен, для какого строительства, возможно ли на этом участке вообще строительство предназначено для этого, кто владеет этим участком или там этим объектом недвижимости. Вот это вот, наверное, самый сложный работающий сервис, он периодически падает, но там долго, непредсказуемое время ответов на запрос и так далее, но там хранится тоже очень много всякой интересной и любопытной информации. Информацию можно найти в самых непредсказуемых местах, например, там есть сайт Декларатор в России тоже как бы в рамках информационной открытости, как-то ни странно звучит в России, но там все чиновники обязаны отчитываться и подавать ежегодную декларацию о доходах, все кандидаты в депутаты различных уровней тоже обязаны раскрывать свое имущество, чем они владеют, какой у них доход, иногда там тоже можно найти какую-то интересную информацию. есть условно нелегальные базы, но тем не менее доступные в интернете и которые появляются в поисковой выдаче базы какие-то ГИБДД, есть абсолютно легальные базы, которыми в России с 2010 года весь судебный процесс ведется, как это сказать, все документы по нему выкладываются в электронном формате, в случае с арбитражом это делается на 100%, арбитраж это когда одна компания судится с другой, в случае с гражданским судопроизводством или уголовными делами, пока это все зависит от суда, но там вот, например, в Москве выкладывается 90% приговоров в разных регионах по-разному, вот, и там тоже можно найти какую-то интересную информацию, например, вы находитесь в какую-то компанию о дуванчик, который владеет интересующий вас человек, что это такое, вы не понимаете, вы можете увидеть, что у нее есть, там, не знаю, судебные споры, и там на сайте арбитража посмотреть подробности, в чем заключался конфликт, может быть, там вот из этого часто бывает понятно, чем владеет компания, чем она занимается и так далее. множество еще есть разных баз данных, судовые, авиационные реестры, там, и недавно я узнал о том, что существует единый реестр всех контейнеров, таких, контейнеров для перевозок, из таких контейнеров в этом, как называется этот лес Горкинска, Амитевский Малесус стоит там такой, собственно, из морских контейнеров стоит там какое-то здание центра йоги, кафе и так далее, и там, посмотрев на номер этого контейнера, можно узнать всю его судьбу, куда он ездил, на каком корабле он плавал и так далее. В каких-то случаях это может пригодиться, в каких-то нет. А, конечно же, соцсети. Люди в соцсетях сообщают о себе много лишней информации и кажется, что вроде бы между людьми нет ничего общего, а потом ты берешь и находишь этих людей там в друзьях, в друзьях у интересующего тебя героя или там находишь, что там люди дружат, ну, то есть, если закрыть список друзей, там можно посмотреть, кто лайкает и там тоже иногда что-то находится любопытное. Нужно искать, как бы стараться найти ответ на свой вопрос совершенно на разных вещах. Можно мы пропустим этот слайд? Поиск, собственно, ответа на вопрос, он всегда нужно совмещать, вы смотрите документы, вы проверяете информацию, смотрите базу данных и так далее, различные, много разных существует документов. Если вы пишете там в каком-то строительном, строительные истории, то там вам неплохо было бы пойти посмотреть генплан этого места или что-то еще. Вы смотрите и постоянно сопоставляете ту информацию, которая есть в документах, то, что вам говорят люди. там люди рассказывают много веселых историй, но всегда важно, чтобы человек тоже может ошибаться, человек тоже может ввести вас в заблуждение или что-то не рассказывать и так далее. Всегда важно это сопоставлять, все время проверять то, что рассказывают люди через документы, то, что написано в документах у людей. проверять собственно там мне я всегда очень люблю, не знаю, может быть, это моя какая-то личная черта, если я о чем-то пишу, мне всегда хочется посмотреть на это своими глазами, как это выглядит и так далее. То есть всегда я стараюсь выезжать на место, чтобы проверить и какие-то собственные ощущения получить от этого. вот есть какая-то смешная цитата в каких случаях стоит верить людям, в каких нет. Это говорит о том, что люди могут заговариваться, люди могут выглядеть хорошо или попытаться скрыть ответ на вопрос, вот как собственно это сделал бывший губернатор Новосибирской области на встрече с Владимиром Путиным. Есть ли прирост в регионе? Это вопрос о рождаемости. Что вы скажете? Вот, и обычно если тут не пойти и не проверить это на сайте регионального статкомитета из такого ответа не очень понятно, что там происходит в регионе. даже думаю Владимира Путину. Так. Всегда важно как бы задавать себе вопрос. Я вот очень не люблю когда ну то есть там так у нас еще какой-то слайд съезжают. Немножко не умещаются в экран. Но я всегда собственно там последние три года я писал заметки только тех писал только те истории которые придумал сам а там даже даже редакторы мне не предлагали чем-то заняться. Вот и когда ко мне приходят кто-нибудь пишут там типа вот посмотрите какая история я или вот я вам принес документы там о фактах коррупции я всегда немножко напрягаюсь потому что я всегда общаясь со всеми задаю себе вопрос почему люди рассказывают это мне там почему в чем в чем их мотивация и всегда даже если там что-то что-то получается как бы даже если какая-то есть информация интересная всегда нужно как бы стараться получить подтверждение у в идеальном случае у другой стороны в менее идеальном случае там у каких-то у какого-то незнакомого с первоначальным источником человека у несвязанных между собой источников где еще с кем еще можно поговорить попытаясь найти информацию если это там какая-то история там не знаю про госзакупку то можно попробовать поговорить с конкурентами в любой даже не в истории даже не только в истории связанных с закупкой всегда есть как бы какие-то обиженные люди кто-то смешной перенос буквы и на слайде вот какие-то обиженные люди которые там могут что-то рассказать есть собственно какие-то контролирующие органы чиновники контрольно-счетные палаты тоже иногда бывают интересными источниками информации активисты человек с которым вы общаетесь ну то есть всегда там если это не пресс-секретарь если это например какой-то чиновник всегда да и обычно всегда интересней общаться то есть всегда утомляет если там появляется журналист который не знает чем чем занимаетесь не понимает как бы каких-то какой-то терминологии не понимает вообще о чем речь поэтому как бы старайтесь все-таки изучить ситуацию попытаться быть специалистом или хотя бы знать как зовут вашего героя с которым вы хотите задать вопросы и не путать его имя вот иногда можно вынудить вынудить человека на общение активировать Windows сейчас можно вынудить человека на общение как бы я так иногда делаю когда я понимаю что герой не очень не очень понимает зачем со мной общаться я пытаюсь немножко так поинтриговать и закинуть написать несколько вопросов как бы с такими ловкими чтобы человек задумался как бы чтобы человек стало интересно что я знаю что мне удалось найти вот и он тогда у него появляется какая-то мотивация для встречи неотвратимость публикации права на ответ как возможность переведения да я поигрался с батарейкой слово источники не знаю наверное это больше свойственно для какой-то этой большой московской журналистики в регионах обычно сейчас сми выглядят немножко сложно но это фактически там тот же слайд тот слайд который был раньше что вы всегда должны сопоставлять слова людей с документами я всегда очень боюсь когда боюсь ситуации когда люди говорят типа мы вам расскажем там такую важную интересную информацию только вы на нас не ссылайтесь и особенно если я не понимаю как бы в чем мотивация этого человека меня это вообще напрягает 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 штука вот я стараюсь стараюсь не использовать источники в частности меня к этому стимулирует российский суд как мы знаем из судебного процесса между журналом Forbes и главой компании Роснефти Игорем Сечиным суд обязывает журналистов раскрыть имена источников информации если как журнал Forbes если вы говорите что вы не можете как бы потому что потому что потом как бы вы договорились вы дали слово потом вам никто не будет доверять то в этом случае суд говорит что вы их выдумали и так далее поэтому опасайтесь опасайтесь ситуации когда или пытайтесь пытайтесь подтвердить но в самых крайних редких случаях пишите в заметке как нам рассказал источник если вы такое пишете даже то всегда стоит как то немножко сейчас журналисты немножко злоупотребляют ссылками на источник но тем не менее если вы даже это делаете пытайтесь объяснить читателю что это за человек откуда он может знать эту информацию это источник где он там типа в правительстве где-то еще то есть пытайтесь как-то все-таки немножко объяснить насколько это возможно насколько это не противоречит там договоренностям с источником информации откуда как бы с какой стороны это все пресс-службы пиарщики и так далее часто нам когда мы задаем в пресс-службу герои какие-нибудь вопросы нам говорят что типа нет мы не будем не хотим ничего это комментировать и так далее но все равно вам нужно и вам важно понять что происходит и важно понять что вы не ошибаетесь в своих там доводах и нужно все-таки попытаться убедить пиарщиков объяснить им что это для них даже будет лучше если все-таки вы будете лучше понимать эту ситуацию лучше понимать эту тему если они объяснят вам свою позицию вот когда собственно если вы занимаетесь расследованиями когда стоит обращаться к герою за какими-то комментариями во-первых вы должны изучить все-таки к этому моменту вопрос то есть не быть в нем более-менее специалистом и на всякий случай ну то есть всегда спрашивают когда там задавать вопрос герою там сколько ему дать времени на ответ типа можно ли мы сначала выпустим публикацию а потом чтобы там герой ничего не сделал там не смог как-то предоткратить публикацию не стал куда-нибудь звонить редактору и так далее давайте мы там типа за 30 минут до публикации ему отправим вопросы и дадим ему только 30 минут ответить это на самом деле не очень хорошо всегда лучше это делать за за какой-то больший период что там не знаю за несколько дней в зависимости от ситуации чтобы человек чтобы человека прошло какое-то первоначальное негодование и может быть он пришел к мысли что может быть стоит как-то поговорить что-то объяснить или как-то наоборот поманипулировать сказать что все ерунда и убедить вас в этом что вы во всем ошиблись вот но в любом случае как бы если вы понимаете что человек может удалить какие-то следы там не знаю вы спрашиваете а вот вы там в социальных сетях дружите там с тем-то и тем-то человеком и он может там отжать кнопку друзья и и это перестанет быть так делайте скриншоты ну то есть как бы чтобы чтобы никто там чтобы у героя не было там возможности что-то удалить и так далее старайтесь делать всегда скриншоты до того как обращаетесь к нему я больше не игрался с батарейкой но все равно что-то у нас плохо получается давайте посмотрим немножко видео еще старайтесь собственно тут сложная такая история с одной стороны вы должны знать тему и должны знать как зовут вашего героя и должны как бы понимать что с другой стороны не бойтесь ему задать задавать какие-то максимально прямые вопросы даже если они иногда могут показаться странными глупыми вроде бы человек ответил но не как бы старайтесь все-таки как бы дожать человека получив получив от него ответ чтобы это было не так как губернатор новосеверской области отвечает владимиру путину а хочу показать вам небольшой кусочек интервью украинской журналистки сони кошкина из довольно хорошего интервьюера на политические правда темы секунду с мэром киева виталием кличко там собственно расскажу чуть-чуть предысторию это интервью по моему шестнадцатого или пятнадцатого года владимир кличко на предыдущих выборов был одним из кандидатов в президенты украины и неожиданно снял свою кандидатуру и сказал что давайте вы будете все голосовать за петра порошенко спустя время выяснилось что состоялась какая-то встреча между виталием кличко петром порошенко там участвовали какие-то олигархи там серые кардиналы а а виктора януковича и как бы появилось появилось какое-то ощущение что это вот такая договорная история а кличко снял свою кандидатуру и сказал 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 снял свою кандидатуру и взамен этого получил пост мэра киева да давайте посмотрим как спрашивают собственно как как виталий кличко отвечает на вопрос когда вы ее заключили там нету даты точные вы можете это вспомнить и при каких обстоятельствах это происходило дата точная ну плюс-минус хотя бы мы работали над этим мы работали достаточно долгий промежуток времени заедем документ так до или после и до и после подписали бы два раза вы подписывали или как мы работали я понимаю но когда бы вы это подписали вы вы понимаете там достаточно большое количество пунктов там четыре страницы ну для того чтобы подписали после вены или до на эту тему я уже много раз говорил нет я сейчас не спрашиваю подписывали вы что-то с фиртешем я спрашиваю этот договор вы подписали до или после вены я еще раз говорю никаких никаких соглашений ни с кем из олигархов я никогда не подписываю я верю единственная обязанность которая у меня есть это обязанность перед кемлянами, которые доверили мне право отстаивать их интересы. Фиртов очень точно сказал, что была устная конфиденциальная договоренность. Расскажите о том, что делал на этой встрече Левочкин. Вот ни вы, ни президент, почему-то не комментировали этот факт. Что там делал Фиртов, понятно. Левочкин там как оказался в Вене на вашей встрече. Там Левочкин был. А вы не помните? Не помню. То есть Левочкин согласовал в суде под присягой? Я встречаюсь со всеми. политиками, которые есть в украинской политике. Независимо от их политических взглядов, политических партий. Потому что политический диалог должен быть со всеми. Я согласна. Но вот можете вспомнить, каким образом Леня ощутил Фиртов? Ой, прошу, спасибо, Левочкин. Знаете, я не готов комментировать, каким образом тот или другой политик где-либо ощутился. Я могу комментировать по поводу себя. Только лишь... Я могу комментировать только лишь свои действия, а не действия тех людей, каким образом какой-то человек очутился там или... Вы понимаете, абсурдность вашего вопроса. Хорошо. Версия Петра Алексеевича, который много раз повторял, что вы приехали в Вену просто для того, чтобы физически, спокойно поговорить. Потому что в Киеве это не всегда возможно. Приехали поздравить. Я точно помню дату, когда я был в Вене. Это было 25 мая. 25 мая. Это день президентских выборов, 25 марта? Ну, 25 марта. Марта, извините, пожалуйста. День рождения? Это день рождения моего брата. Да. Владимир находился в том же самом тренер-очном кенте в Австрии. Так. Вы приехали его поздравить вместе с Петром Алексеевичем? Вот. Я приехал поздравить брата. И случайно встретились в гостинице, в одной из гостиниц в лобби, встретили Фирсташа. Правильно? Ну, так Петр Алексеевич говорит. Ну, так Петр Алексеевич. А Левочкин как там оказался? Мимо шоу? У меня просьба к вам. По дороге к брату я встретил очень многих людей. А кого еще? Может, мы что-то не знаем? Я не знаю. Знакомы ли вам фамилии или нет? Очень часто встречаю даже одного из... встретил даже в брата в тренер-очном лагере одного из бывших дипломов Верховного Совета с партией Бьюн. Хорошо. Вы что-то подписывали в этот день? 25 числа? Марта. Уже очень много времени прошло. То есть, вы опять-таки, с третьего раза не можете вспомнить, когда вы подписали договор с президентом, с Петром Алексеевичем? Вы знаете, я подписываю ежедневно колоссальное количество... Это же не ставка в бассейн, это серьезное политическое соглашение. Когда вы его подписали? Вам проще ответить. Ну, я уже в четвертый раз спрашиваю. Слушайте, ну, я действительно не помню. Вот вам нужен день ответить, когда я подписываю. Нет, дури после веры. Все, мне больше ничего не нужно. Вот дам... Не помню, но главный вопрос. Не могу вам дать четкий ответ. Я подписал с Петром Алексеевичем до или после Вены. Дайте мне... Мне нужно сесть и проходить полностью по всем документам, которые я подписал. Я просто хочу понять, повлияла ли Вена на содержание этого такового или нет? Людей на площади собралась женщина... Собственно, вот какой-то хороший пример, который мне нравится. Когда журналист пытается дожать, получить ответ, не дожать, наверное, все-таки получить ответ на свой вопрос, а герой постоянно пытается придумать, как увильнуть, пытается начать какие-то другие темы и расстраиваются, когда снова возвращаются к этому вопросу. Формально ответа на вопрос мы не получили, но мы поняли, что это очень сложный вопрос и, скорее всего, мы понимаем на него ответ. Это я сказал чуть ранее. Как бы старайтесь всегда перед публикацией, если есть какая-то, не знаю, интересующая вас закупка на сайте госзакупок, хотя там сложно оттуда что-то удалить, но тем не менее старайтесь всегда сделать какие-то скрины, сохранить все документы, верифицировать цитаты, согласовать цитаты с героем, если вы там общались, ну, согласовать цитаты с теми, с кем вы общались, для того, что там не было каких-то потом проблем, что этому человеку позвонит герой, скажет, что он там наговорил, он начнет звонить вам или вашему начальству, говорит, что это все переврали, все не так поняли. Когда он заверяет цитаты, там присылает, вы отправляете ему на экранную почту, он отвечает вам окей, вот, это уже хорошо. Смешной слайд. Да, бывает разное давление, мы можем поговорить о давлении чуть позже, но нужно думать, предусматривать как бы разные ситуации, чтобы его избежать. там согласовывать, что нужно согласовывать с героем, там считается, там, вот, общепринято считается, что нужно согласовывать, нельзя показывать там героям, там, даже если это герой, единственный герой текста, нельзя ему показывать весь текст, как бы вы с ним согласуете его цитаты, это то, что вообще принято. Я еще, например, согласовываю факты и там косвенную речь с человеком, ну, чтобы, чтобы, как бы, человек мог что-то там в полемическом запале заговориться, перепутать года, или там перепутать какие-то еще цифры, вот, мне всегда кажется, что ничего страшного не случится, если я покажу ему, что я вот буду использовать эти цифры, чтобы он понимал, как бы, чтобы он мог, если что, как бы на них посмотреть еще раз, поправить их, если там какие-то ошибки. Самая важная черта журналистов – это любопытство, и самое, и еще не менее важное, как бы, это всегда сомневаться во всем, всегда ставить все под сомнение, то, что вам рассказывают, вот, ошибки бывают везде, ошибки бывают даже в каких-то базах данных, всегда это нужно сверять, сопоставлять, это какой-то бесконечный процесс, вот, я там даже, собственно, очень, когда выходит заметка, я все равно ее стараюсь быстренько посмотреть еще раз на случай, если вдруг там что-то не так, так до последнего момента я, собственно, во всем все пытаюсь еще раз и еще раз проверять, чтобы не допустить каких-то ошибок. Если все-таки случилась какая-то ошибка, то для, наверное, каких-то, ну, то есть, а если случилась какая-то ошибка, то нужно сделать, там, Медуза, Медуза это делает в формате, в формате поправок сверху статьи, что вот, там, мы, мы там ошиблись, и премьер-министр Российской Федерации зовут Дмитрий Медведев, а не Анатолий Медведев. Вот, это нужно, собственно, как бы это важно и для читателей, у вас есть ответственность перед читателем, и также, собственно, если вы допускаете ошибку по отношению к кому-то там, из тех, о ком вы пишете, то бывает неплохо, мне кажется, это нужно, это нужно сделать, как бы, там, позвонить герою, извиниться за эту ошибку, поправить ее там в заметке, позвонить ему потом, извиниться за эту ошибку, это может быть, да, это приводит иногда к каким-то неожиданным результатам, по крайней мере, вас запомнят. Вот, не думайте, что, собственно, сейчас там самый популярный вопрос, зачем вы занимаетесь этими расследованиями, ничего же не меняется и так далее. На самом деле, как бы, все меняется. Так как в России не очень чиновники любят признавать свои ошибки, обычно на какие-то там расследования редко бывают какие-то комментарии, редко что-то там происходит, что, чтобы можно было понять, что вот это произошло из-за расследования, обычно это все происходит. Изменения есть, как бы, если вы занимаетесь какой-то одной темой, вы видите, знаете о них, вам рассказывают, что вот так это повлияло, и так далее. Поэтому это не бессмысленная работа, но не нужно ждать, что сейчас все поменяется, и вы все победите. Собственно, самое... То, что мы делаем в расследованиях, это, наверное, следующий слайд. Собственно, единственная цель это рассказать о том, выявить и придать гласность, буду читать, выявить и придать гласности нарушения, для того, чтобы предотвратить совершение, его совершение другими людьми. То есть, чем больше там, я занимаюсь одними и теми же темами, я пишу там много из года в год заметку, заметки о том, как, не знаю, благоустраивается Москва. И я вижу, как, собственно, там меняются какие-то схемы. Если раньше там работы выполняли компании, записанные там на родственников какого-то чиновника, то теперь я вижу, что это как бы с каждым годом меняется. Появляются там какие-то офшорные компании, что-то все равно происходит какое-то усложнение. И люди, понимая, что вы за ними как бы смотрите, что от ваших публикаций к ним возникают вопросы у начальства или, может быть, у правоохранительных органов. Они это, это, собственно, пугает всех, ну, как бы, это, собственно, всем остальным тоже дает сигнал, что нужно быть аккуратнее. Если что-то совершать незаконное, то нужно это делать каким-то более хитрым способом. О чем, о чем я говорю, может быть, не очень понятно. В Москве много журналистов, много всяких расследований и так далее. Когда я там захожу, ну, какое-то время назад, я зашел, зашел там на сайт, стал смотреть госзакупки по одному из довольно крупных городов с населением в 200 тысяч. И я смотрю, что, собственно, большую часть закупок, там почти 60% подряда, выигрывает одна компания, которая, как быстро выясняется, принадлежит, собственно, супруге, супруге сына мэра. Вот. А если бы, я думаю, что если бы, собственно, журналисты в этом городе об этом написали, бы это бы довольно быстро изменилось. по крайней мере. то есть, как бы, здесь я понимаю, что люди не боятся ничего. Вот. И чем больше мы задаем с какими-то вопросами, чем больше мы пытаемся найти ответы на эти вопросы и рассказать о них людям, тем, собственно, тем другие люди больше боятся, что это как-то в тавтологии. Ладно, давайте я попробую ответить на ваши вопросы, если вдруг они есть. Постараюсь это делать более... Давайте поговорим об этом. Ну, то есть, обычно же бывают истории, когда опять же, в регионах все так... есть много вопросов, связанных с самоцензурой, есть много вопросов, когда ты работаешь в газете, принадлежащей мэрии, и ты, соответственно, как бы не можешь плохо писать про мэрию, считается, с одной стороны, какими-то убеждениями, хотя я встречал и иные примеры. я встречал там газеты, где были учредителями администрации района, и их главным объектом критики была администрация района. Правда, это... в некоторых... в один случай я знаю, что как бы как минимум это долго продолжалось и продолжается до сих пор. Вот. Что вы рассказали про давление? Давайте мы сформулируем эти вопросы. Вот у меня была какая-то история, когда на меня оказали какое-то давление. А к чему она привела? Мы все знаем. Вот. Буду ли я заниматься после этого расследованиями? Да, буду. Подождите, пожалуйста. Нужно это делать... Нужно понимать ситуацию, как бы насколько эта угроза существенна, какие у нее будут последствия и так далее. Нужно отвечать... как бы нужно оценивать степень этой угрозы и ее последствия. И в дан... в той ситуации как бы соответственно действовать в соответствии с ситуацией. Если вы... если редактор говорит вам нет, мы не можем опубликовать эту заметку, вы понимаете, что вы будете работать, что вам нужно продолжать работать в этом издании, у вас нет других вариантов, наверное, в этом случае не стоит предавать это огласки. если это какие-то физические угрозы, которые там угрожают вам или вашей семье, редактор говорит, лучше не надо, может быть, ты что-то не так поняла, здесь тоже как бы вы действуете в зависимости от того, как вы ощущаете, понимаете эту угрозу. В каких-то случаях это нужно делать, в каких-то случаях нет. пытаясь придумать конкретный случай, но давайте не будем, да, не буду придумывать конкретный случай, конкретный пример. Спросите еще. Но вы же когда писали свои расследования, вы прекрасно понимали, что давление на вас будет. Я прекрасно понимал, что давление на меня будет в одном случае собственно я даже поменял работу, когда это давление через редакционный менеджмент оказалось успешным. И собственно у меня есть заметки редактор, мне редактор говорил, что вот это вот совершенно не важно, как бы давай мы не будем это писать. Я говорю, что нет, почему же это не важно, как бы приводил ему свои доводы. И потом в в результате там был перестроен материал, он говорит, нет, так это сложно читать, давай мы это сделаем в формате типа 10 фактов появления. И написали там 10 разных фактов появления, которые состояли частично из расследования и ту информацию, которую он пытался удалить, он сначала никуда не поставил, я спросил, что такое, почему это, вышла публикация, я спросил, а что там с этим моментом. Вот, и он как-то может быть испугался, что я заявлю об этом публично, они поставили это в самый низ, когда уже никто там даже под фотогалереей это стояло, ну то есть чтобы у всех сложилось ощущение, что там больше ничего внизу нет. я больше не работаю в том месте, где такое происходило, вот, сейчас там я не испытываю никакого редакционного давления, никто мне не может сказать без объяснения причин, что вот там давай мы не будем упоминать какие-то вещи, но есть другое давление, там давление со стороны героев, которые понимают, что они как бы никак не могут повлиять на редакционные процессы, не могут там повлиять какими-то коммерческими способами, как там в России это бывает, когда там газеты ведомости пишут заметку о том, что у банка ВТБ там плохая отчетность или что-нибудь еще, пишет там про расследование Навального о банке ВТБ, и после этого банк ВТБ снимает всю рекламу. Вот, бывают собственно и такие элементы давления и бывают другие элементы давления, вот как например случилось со мной тоже элемент давления. Как изменилась ваша жизнь до и после? Это тот вопрос, который я не люблю, потому что моя жизнь вы сказали лучше спросить, вы сами научились. Моя жизнь после в основном заключается в ответе на вопрос как изменилась моя жизнь до и после. Очень много очень много меня просят о помощи, просят делиться мной какой-то информацией, и я понимаю, с которой я ничего не могу сделать, потому что у меня ограниченный ресурс, я один, я не являюсь уполномоченным по правилам человека или что-то еще, поэтому мне сложно что-то с этим сделать. То есть моя жизнь помимо всех других ограничений она сейчас еще в таком очень пристальном внимании, когда все хотят узнать как изменилась жизнь, а у меня нет времени даже нормально начать вступить, вернуться в рабочий процесс. Я хорошая, может быть гонорары выросли. не выросли гонорары. Тут есть еще одно опасение, что когда раньше я там звонил, ну то есть сейчас я занимаюсь расследованиями, это что-то такое неприятное, раньше когда я там звонил каким-то знакомым с вопросом они начинали что-то подозревать неладное, сейчас куда бы я ни позвонил с каким бы вопросом, даже с вопросом сколько времени, все начинают думать, что такое, почему он нам звонит, он спрашивает сколько времени, к чему это может привести и так далее. Есть такие минусы, но так как я в полную силу не вернулся еще к работе, я сейчас нахожусь в этом состоянии возвращения к работе, я вот еще в полной мере не понял насколько сложно это будет делать. спасибо шокиров руслан международная журналистика первый курс мы помним дело ваше дело мы помним дело егора жукова считаете ли вы то что этот резонанс остановит репрессивную машину или нам не стоит ждать оттепеля пока мы не видим никаких особых предпосылок к тому что что-то меняется в частности по моему делу многие люди узнали что статья связанная с распространением наркотиков применяется не всегда в ситуациях когда есть какие-то наркотики более того после этого мне много писали я узнал что там то есть какие-то поразившие были меня истории например там разводятся супруги делят ребенка в суде суд говорит о том что ребенок должен остаться с матерью отец с этим не согласен но в законном порядке он ничего не может добиться поэтому в какой-то момент к маме на детской площадке подходят милиционеры и у нее обнаруживаются наркотики очень много понятно что это очень большая проблема она должна решаться каким-то системным образом но пока ничего там Владимир Путин сказал что должен быть усилен контроль за деятельностью правоохранительных органов должен появиться там общественный контроль что появилось за эти полгода примерно ничего есть какие-то ситуации когда собственно возникает возникает поддержка поддержка общества определенных людей и это какие-то очень ситуативные решения в каких-то случаях снижают наказание в каких-то случаях что-то еще происходит но это очень ситуативно это не системно решается поэтому я думаю пока у меня какой-то прогноз пессимистичный плюс есть история моего дела когда когда на сегодняшний день это дело о том что с неба могут падать наркотики и никто не знает откуда они берутся потому что сейчас дело по факту распространения наркотиков которые произошли у меня в квартире и у меня в рюкзаке вот там стоящем оно есть не будет ничего еще вот но при этом за полгода у следствия так и нет ответа на вопрос как бы как они там оказались были проведены отчасти во многом из-за общественного резонанса были проведены все экспертизы они были проведены очень в довольно сжатые сроки потому что там следователи которые много лет этим занимаются удивлялись говорят обычно там вот типа там экспертиза проводится быстро там типа час но обычно там какая-то очередь там типа на полторы-две недели а тут тебе за сутки все сделали вот и собственно прошли все экспертизы выяснилось что там нет никаких моих отпечатков пальцев следов ДНК но там есть следы ДНК другого мужчины и что это за мужчина мы так и не знаем вот и являются ли эти мужчины полицейскими тоже как бы нам про это неизвестно вот мне кажется что самое важное для меня сейчас это добиться того чтобы следствие следствие по моему делу завершилось добиться справедливости в этом собственно то что то что то что хотели люди то что требовали люди когда происходили все эти события спасибо Иван вопрос как раз по этим событиям которые происходили когда все это было я помню уже спустя может быть пару там тройку суток да такое обалдение некоторое наблюдалось и силовики были удивлены что оказывается наше не очень дружное сословие может в общем-то довольно дружно выражать свое мнение и были удивлены политики были удивлены ну по чесноку и сами журналисты что оказывается мы можем были удивлены все никто не думал что никто не думал как бы собственно эта история для многим воспринимается как чудо потому что никто не думал что власть может признать какие-то свои ошибки, что власть может совершить шаг назад. И никто не думал, что давление может на нее оказаться таким серьезным. То есть все-таки действительно сообщество журналистское поднялось, но при этом все прекрасно понимали, что если бы, допустим, это был человек чуть менее известный, чем Голунов, то все бы, наверное, не так закончилось. Скорее всего, и таких случаев, к сожалению, много, конечно. И вот отсюда вопрос. Как вам сейчас кажется, нужен ли у нас какой-то, может быть, общественный орган, который бы занимался защитой именно таких вот... То есть у нас считается, что СЖР этим занимается, но это именно считается. И какие-то, видите ли вы, шаги, как это сделать, как это оформить? Ну, есть понимание, что какой-то орган нужен, не только в ситуациях с уголовным преследованием, но даже там мы, журналисты, пишем запросы чиновникам, и чиновники, хотя и обязаны на них ответить, но не отвечают на них. Или там отвечают какими-то отписками. И что там, многие ли из нас пошли обращаться в прокуратуру или в суд, почему, как бы, что нам не ответили. Какой-то должен быть общественный орган, есть Союз журналистов России, кто-то в нем состоит. Я еще знаю человека из Магадана. Вы не один там. Вот, но я ничего не знаю про его деятельность, как бы, ничего не знаю про его работу. Они выступили с заявлением, что, как бы, как и все остальные. Но, опять же, много-много ситуаций, не очень понятно, как бы, как на них... Много ситуаций, они должны быть там во внимании общественности и так далее. Должна быть какая-то общественная организация. Есть альтернативный, там, профсоюз журналистов, который был создан после нападения на журналист Олега Кашина. Спустя 9 лет следствие продолжается. После этих событий... Вот, но тоже это какой-то вот такой не очень понятный урок. Сейчас вот у них, по-моему, на этих выходных ежегодный отчетный съезд. Не знаю, как бы, какая-то должна быть общественная, общественная организация. Но в России вообще довольно сложно с общественными организациями, профсоюзами. Профсоюзы — это какая-то такая вещь из 70-х годов. Мы ничего не знаем про это. У союз журналистов есть санаторий, я тут узнал. Можно туда получить путевку. Как это сделать, не очень понятно. Здравствуйте. Акмурзина Юля. Второй курс международной журналистики. Есть здесь, если что? Да. В ноябре в прокат вышел фильм «Текст», где главного героя зовут Илья Горюнов, и он получает срок за подложенные в карман ему наркотики. Лично я была очень удивлена схожести имен и ситуации, зная, что фильм был снят задолго до произошедшей с вами истории. Вы смотрели этот фильм? И как вообще? Не смотрел фильм, у меня есть некоторые сложности с кинотеатрами сейчас. Фильм не смотрел. Режиссер фильма, действительно, мы с ним одноклассниками были, но не очень долгий срок, на протяжении полугода. Вопросов нет. Вот, просто там это активно рассказывалось, что вот, мы одноклассники, мы действительно одноклассники с Климом. Шептенко фильм не смотрел, наверное, стоит посмотреть? Да. Окей, я это сделаю, когда у меня будет возможность. Еще какой-то был американский, сейчас, по-моему, вышел фильм, тоже с какой-то похожей историей, тоже меня спрашивали. Я забыл, как он называется. Здравствуйте. Можно тоже вопрос? А вот к вам подходят люди, вот сейчас вот даже мужчина подошел, вам дал какие-то документы. Как вы отвечаете в таких ситуациях? Вы им что-то обещаете или вы игнорируете? Изучаете ли вы то, что вам дают эти вот документы или нет? Это сложный вопрос. Я пытался там что-то как-то раньше на него ответить. Давайте еще раз отвечу. Я один, у меня нет ресурса, то есть мне пришло столько писем и сообщений, что, во-первых, если, ну то есть как бы их физически довольно сложно прочитать, их довольно сложно прочитать эмоционально, как бы, там вот, например, какая-то история с родителями, с решением родительского конфликта с помощью наркотиков. Вот. Но по большому счету, я понимаю, что это некая системная проблема. Я ничего не могу, ну то есть по большому счету, я ничего не могу сделать. У меня немножко другая специализация. И, наверное, как бы, ну то есть я занимаюсь расследованием о коррупции, наверное, я хорошо это делаю. И вот получил такое своеобразное признание от УВД по залу и системы правоохранительных органов. Я пытался сначала, когда мне приходили эти письма, я пытался разобраться там с историями, связанными с 228. Я понял, что мне не хватает многих специфических знаний на эту тему. Нету ресурса что-то поменять. То есть, как бы, многие же еще, как бы, у многих еще очень странное ощущение. Отдельная тема, ну там, я читаю какую-то историю, говорю, там, давайте сейчас я там узнаю у людей, вам, типа, нужен хороший адвокат по наркотикам в вашем регионе, там тоже было связано с 228. Давайте я узнаю, кто там у вас в регионе специализируется, как бы скажу вам, скажу вам, кто это. Они говорят, нет, вы нас не поняли. Нам не нужен адвокат, нам нужно, чтобы, типа, отпустили мужа. Я такой думаю, как бы, что там у меня есть какая-то кнопка, который я это могу сделать. Так же, как, собственно, там в употреблении фразы «я мы» в совершенно разных контекстах «я мы», «автобус-28», «я мы», «егор Жуков». Я понимаю, как бы, что люди, что вот то, что произошло, это какое-то чудо. Я понимаю, что люди не понимают, как это произошло, и пытаются, как бы, они думают, что есть какой-то там, не знаю, волшебный вот символ, там фразы «я мы», скажем «я мы», и все изменится. Это немножко печально, печально, печально это все сознавать. Я стараюсь по мере сил вникать в эти истории, пытаюсь думать, как и чем я могу помочь, пытаюсь давать какие-то советы, но, опять же, я неуполномоченный по правам человека, я просто всего лишь обычный журналист. Вот, и я не могу всем помочь. Я понимаю, как бы, там, что никто из читателей в здравом мире трезвой памяти не готов услышать тысячу историй про 228, что эта проблема нуждается в каком-то системном решении. И это системное решение, оно зависит не только и не столько от меня. Мы должны, как бы, констатировать, ну, как бы, зафиксировать эту проблему и, собственно, дальше пытаться найти какие-то пути и решения. Ну, вот у меня нету... Нету какого-то алгоритма, механизма, что с этим всем сделать. То есть я это читаю, пытаюсь понять, что я могу сделать. В любом случае это где-то у меня остается, возможно, в какой-то момент вспомнится. Вот. Ответ такой странный, потому что, наверное, не очень хороший, позитивный. Скажите, вот журналисты-расследователи сейчас, которые вам известны, работают, в принципе, по одному алгоритму? Или у вас есть, например, какой-то свой, ну, способ, ну, как бы, ноу-хау от Голунова, я не знаю, свой творческий почерк или что-то, свой подход к расследованиям личный, отличающийся от остальных? Это какая-то всегда личная специфика. У меня, наверное, есть личная специфика. Я больше люблю документы, больше доверяю документам, чем людям и словам. Потому что какие-то у меня, наверное, были какие-то сложные ситуации, когда я там доверялся людям и делал это зря. Поэтому я вот как-то с тех пор всегда люблю, чтобы это было документально и так далее. Отчасти вот в каких-то этих базовых принципах, которых я сегодня рассказал, отчасти это фигурировало. Но в целом одинаково работаете, да? То есть, или как? Примерно по одному, ну, скажем, если брать, например, те же... Вообще новостники одинаково работают или по-разному? Ну да, ну то есть... Как бы все более-менее одинаково, а у каждого есть какая-то специфика. Вот, поэтому так вот. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть вопрос. Здесь находится очень много студентов, и, возможно, кто-то после ваших лекций заинтересуется темой расследования в своей будущей работе. Так вот, мы сейчас, студенты первого курса, изучаем на безопасности правдеятельности тележурналиста такие вещи, как синдром эмоционального выгорания, защита юридической сферы в нашей работе. Так вот, меня больше интересует... Мы изучим юридические аспекты, как защитить... Не забудьте, что синдром профессионального выгорания тоже довольно важная вещь. Как защитить себя в будущем в этой сфере физически? Мы тоже научимся, возможно, каким-то приемам самообороны. А психоэмоциональная часть нашей работы, как справляться с вот этим вот синдромом эмоционального выгорания? Потому что некоторые расследования не занимают года. Это делается ни за неделю, ни за месяц. А как не потерять вот эту вот заинтересованность в работе? И что нужно делать для этого? Ну, когда это какие-то исключительные случаи, мне кажется, что максимум, который себе может... Ну, как бы нужно стараться все-таки укладываться там максимум в какие-то две недели. Кто-то это делает еще быстрее. Все зависит там от вопроса, от задач. А про эмоциональные выгорания. Завтра вам расскажет прекрасный лектор Елена Зимина. У нее, собственно, будет большой тренинг про это. И это интересный тренинг для журналистов, которые работают в долгую... Не знаю, сложный ответ. У меня здесь тоже нет какого-то прямо такого уникального рецепта. Вот, но вот... Да, так. Да. Были такие моменты, когда у вас был спад интереса к профессии, и каким образом вы выходили из этой ситуации? Может быть, мотивация терялась? В риэлторе не хотелось бы сделать. В риэлтора? Ну, так. Был спад мотивации к профессии, наверное, в начале этого года. Как он решился, мы знаем. Теперь, наверное, мне сложно быть кем-то не... Ну, то есть теперь, наверное, я все-таки должен оставаться журналистом. Я думал, ну, все-таки журналистика, мне кажется, это такая профессия для молодых. И там были какие-то несколько ситуаций, когда я понимал, что я начинаю там запихивать какие-то ситуации, какие-то истории в шаблоны. То есть там мне начинают рассказывать что-то, а я теряю к этому интересу, потому что мне кажется, что я понимаю, чем закончится эта история. Типа, я же столько всего этим занимаюсь, столько времени этим занимаюсь, я все-все известно. И это вот как раз плохая черта для журналиста. А как раз журналисту кажется, что он знает ответы на все вопросы. Вот, и я еще-то как-то вот несколько столкнулся с такими ситуациями, подумал, что, может быть, надо подумать, чем заниматься другим. Вот, но потом ко мне пришла вот такая оценка моей деятельности. И, наверное, теперь нужно все-таки как-то найти какие-то новые грани, новые силы для того, чтобы работать журналистом. Так, какие у нас вопросы. Да, у меня есть психотерапевт в полиции. Не шутка, там довольно хорошая психологическая служба. Что удивительно. Добрый день. Так, работает отлично. Меня зовут Дмитрий, журналист Казанферста. Давайте, может быть, немножко про тему вашей лекции. В Казани в рамках модернизации М7 будет строиться мост в пригороде Казани. Пока власти не дают официального ответа, где он будет строиться, о его финансировании и так далее. Госзакупки пока не работают. И ЕГРН, ЕГРИБ и так далее тоже не функционирует. Где еще искать? В рамках чего? В рамках модернизации М7. М7, трассы. Попробуйте искать какие-то проекты реконструкции. Госзакупки нет. Какие-нибудь общественные обсуждения в деревнях, может быть, проходят по маршруту выше. А может быть и нет какого-то четкой трассировки. И у вас же нет уверенности, что есть уже разработанная четкая трасса. Это же такой вопрос. Как бы трассировку нужно видеть в последний момент, когда ты ее выбрал, для того, чтобы потом у тебя неожиданно не искупили всю землю ровно под трассой, как это бывает. Поэтому, может быть, еще и нет этой трассировки. И, может быть, она является пока каким-то приблизительной или секретной. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Хусейн Угузель. Я работаю в проказан-издательстве. Я бы хотела узнать… Да. Тогда он связался с редактором. И вы захотели это сделать. Да-да-да-да. И вы точно… Ну, если я вам спрашиваю, что это по-другому, если я сейчас посмотрел, вот, что вам просто стало. Действительно, это надо лучше удать. Стоит неизвестка, чтобы мы говорим. Вот. И что можно сделать, как можно обыдать. Я вообще переставляю себя. Что могу сохранить. Что равно то, что? Я не полотаю. Это какой-то полный, но вы еще что-то. Всегда люблю конкретные ситуации, сложно абстрактно, но вы, наверное, столкнулись все-таки с административным давлением, когда редактор сказал, что, наверное, лучше этого не нужно, а то у нас будут проблемы. Не знаю, что сказать юристы, разбирались они с этим, но как бы у вас было подтверждение этой информации, что это действительно так, про это ведомство? Тут все зависит как бы от того, насколько у вас это было подтверждено. Это там сказала какая-нибудь бабушка у подъезда, или у вас был какой-то документ или какие-то другие там свидетельства. То есть здесь все зависит от конкретной ситуации, но у вас даже, наверное, до нее не дошло, потому что вот это такая, там, редактор подумал, что будет хуже, поэтому, чтобы ни с кем не ссориться, давайте это уберем. Вот здесь. О, замечательно, он заработал. Ну, потому что у меня довольно звонкий голос, я думала, что мне и так слышно. У меня все равно как бы получилось все выпустить, просто я связалась с представителем, я же говорю, вот пресс-службой, это был в СИН, вот, и мы просто опубликовали с их комментариями, несмотря на то, что, ну, выглядит это немножечко нелепо, потому что у меня был разговор с бывшим заключенным, и это была, ну, такая немножко тема. Вот, и несмотря на то, что все, ну, как бы вышло нелепо, как бы комментариев, мне кажется, никаких не было, поэтому это как один из вариантов. Ну, комментарий противоречил, собственно, тем самым, которые говорили заключенным. Да, 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 да. А у заключенного у вас были какие-то еще там еще заключенные видео? Да, у меня были фотографии, у меня была у вас заключенная, которая подтвердила. Читатель, мне кажется, ну, как бы в такой ситуации, там, читатель должен сделать вывод, кому он верит. Собственно, мне там часто говорят, почему там ты там не пишешь, ну, то есть какие-то не делаешь, то, что я называю вердиктами, там, не ставишь, вот, он вор, а вор должен сидеть в тюрьме. Я всегда объясняю, как бы, что я очень не люблю ставить вердикты, потому что, опять же, опять же, я не умею пользоваться, опять же, я могу ошибиться в чем-то, я могу не знать всей полноты информации, поэтому я рассказываю, рассказываю то, что я знаю, то, за что я отвечаю, а сделать какой-то, сделать какой-то вывод, какое-то обобщение, мне кажется, это немножко, я не готов взять на себя такую ответственность. Поэтому вот в данном случае, мне кажется, это ситуация, если все в итоге, в данном случае она разрешилась лучшим вариантом, когда, собственно, вы оставили ту информацию, которая была в тексте, и получили комментарий второй стороны. И это скорее, может быть, там, если у вас изначально не было комментария в СИН, наверное, это не совсем правильно было изначально. Может быть, тут бы я согласился с вашим редактором. А когда, когда, собственно, все стороны конфликта представлены, даже если, как бы, их слова противоречат друг другу, тут уже, собственно, читатель должен сделать вывод, кому он доверяет больше. То есть это решение должно остаться за читателем. Вы не должны навязать читателю какое-то свое мнение. Мне вот всегда очень, мне кажется, это немножко другая профессия, когда ты что-то навязываешь, рассказываешь, что вот смотреть, какие ужасы происходят, и там не пытаешься понять позицию второй стороны. Можно, да? Вопрос по поводу того, что нужно признавать ошибки, и это может стать началом дружбы. А возможно ли дружить со спикерами, в частности, с чиновниками, так, чтобы они, опять же, не оказывали давление? И как это делать в таком случае? И в догонку вопрос, а на вашей практике честные чиновники бывают или чиновники бывают только недорасследованные? Не знаю. Может быть, чиновники бывают недорасследованные? Да нет, но просто нужно, как бы, поддерживать какую-то коммуникацию, но при этом вы должны как-то все-таки сохранять какую-то дистанцию. Ну, то есть, типа, ну, там есть какие-то элементарные правила, когда вы встречаетесь, когда вы там встречаетесь с героем, как бы вы должны платить за себя, не принимать там от него там таких каких-то любезностей. Так же, как если у вас возникает какая-то проблема, в которой вы кажете, я с ним общаюсь, он как раз занимается этой проблемой, он как бы может ее решить. Если вы просите его о помощи, то вы тоже, как бы, становитесь ему чем-то обязанными. То есть, здесь нужно просто соблюдать какой-то баланс этих дружеских отношений. И, ну, и там, как бы, дружеских они все равно в кавычках. То есть, просто у вас есть, как бы, контакт, у вас есть коммуникация, он знает, кто вы, вы знаете, кто он и так далее. То есть, дружба здесь такая довольно условная. Все? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.